Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня воскресенье, 10 апреля 2022 года. Я вас приветствую из Брюсселя и мы продолжаем говорить о политике. Это небольшое обновление для тех, кто держит руку на пульсе, наблюдая за ходом первого тура президентских выборов во Франции. День подходит к концу, подходит к концу первый тур. По состоянию на 5 часов известно, что проголосовали 65% избирателей. Это, безусловно, снижение активности по сравнению с прошлыми выборами. И нельзя сказать, что это было непредвидено, потому что в течение недели, предшествующей первому туру, 37% французов не были уверены в том, кому они отдадут свой голос, кому из 12 кандидатов были также и разочарованы, которые предполагали то, что они вообще не будут участвовать в этих выборах, потому что они разочарованы тем кандидатом, за которого они проголосовали в предыдущий раз. Но на самом деле это не единственный фактор, фактор разочарования. В политике есть также и фактор Рамадана, скажем, в городах, потому что те, кто соблюдают Рамадан, возможно, многие из них не явятся на участке. Вообще, надо сказать, что во время этих выборов, во время первого тура, наблюдается разрыв между активностью сельского и городского населения. Французы, проживающие в сельской местности, очень активно участвовали в выборах. Они пришли еще в первой половине дня, в то время как горожане подтягиваются значительно медленнее, но тем не менее до сих пор стоят очереди на улицах французских городов. То есть люди стоят в очередь на участок, чтобы проголосовать. Вообще, надо сказать, что французы, в отличие от американцев, очень внимательно к протоколу, сегодня все телекамеры показали, как голосовал президент Макрон и его супруга Приджит в Ле-Туке, в маленьком городишке, где все друг друга знают. Конечно, там все знают президента и его супругу в лицо, но тем не менее это было важно, это подчеркивали все комментаторы, что в отношении каждого гражданина соблюдается этот протокол, проверяется паспорт, то есть это юридическая составляющая, которая обязательно уважается во всех населенных пунктах, скажем так, потому что даже в маленьких поселениях, где все люди знают друг друга, они все равно проверяют паспорта, то есть это серьезно. Потом у французов голосование проходило, в отличие от американцев, не по почте, то есть они лично являлись на участке, они лично опускали бюллетенью в урны, и, соответственно, сейчас мы ожидаем в 8 часов вечера по Парижу первые оценки, кто будет фаворитами этого первого тура, два лидера, которые выйдут во второй. И сейчас, несмотря на то, что французам запрещено публиковать результаты экзит-полов, они все-таки публикуются не французами, но франкоговорящей прессой. Такой экзит-пол провела бельгийская газета «Ла Либр». Я выложу на нее ссылку с тем, что вы могли посмотреть все результаты. Они не подчиняются, то есть они находятся вне французской юрисдикции, поэтому они не обязаны подчиняться французским законам. Этим объясняется то, что у них есть экзит-пол, а во французской прессе его нет. И, соответственно, по опросам, которые они провели, Макрон и Марин Лепен идут действительно плечом к плечу 24%. На третьем месте ультралевый кандидат Жан-Люк Меленшон, он набрал 19% голосов. И далее идут другие кандидаты, среди них приблизительно одинаковое количество голосов. У фаворита многих, у яркого политика-консерватора Эрика Зимура и у Валерии Пекресс, которая представляет классических правоцентристов французских. У них у обоих немногим больше 8% голосов. И, как я сказала, это означает то, что во втором туре, вернее, в эти дни, предшествующие второму туру, который состоится 24 апреля, состоится большая битва за этот третий электорат. То есть ни Макрон, ни Марин Лепен не имеют достаточного количества электоральной поддержки, чтобы одержать победу в первом туре. Это было очевидно, потому что никто из них не смог набрать половину голосов французов. То есть это то, что было известно, то, что было понятно. И теперь начинается борьба за этот третий электорат. За электорат, прежде всего, Жан-Люка Меленшона, также за электорат Зимура, за электорат Валерии Пекресс, но также и других кандидатов, потому что, если вы сложите электорат вот этих проигравших, скажем, в первом туре политиков, которые набрали небольшое количество голосов, все равно в результате они могут оказать решающее влияние. Поэтому сейчас будет идти активная борьба за каждый голос, как я вам сказала. Но, тем не менее, я буду ждать официальных результатов. Мы увидим, какой успех у других кандидатов, потому что из них, конечно, такие есть, как Дюпон Эньян, допустим. Это, скажем так, консерватор, который традиционно отдает свои голоса Марин Лепен. Конечно, очень важно, как отреагирует на свой выход из этой гонки, скажем, Эрик Зимур, призовет ли он своих избирателей голосовать за Марин Лепен, что скажет Жан-Люк Меленшон. То есть сейчас очень важно, кто из политиков отдаст кому свой электорат или никому не отдаст. Такие варианты тоже возможны. Соответственно, сейчас и Макрон и Марин Лепен будут предлагать министерские портфели. Соответственно, они будут пытаться в первую очередь привлечь электорат Жан-Люка Меленшона, потому что это 19%, то есть это третья фигура на политическом горизонте. И, соответственно, его электорат является вожделенным для Макрона и Лепен. И, соответственно, конечно, как я сказала, другие электораты тоже имеют значение по совокупности по этой сумме. Поэтому мы сейчас увидим, что сегодня вечером будет действительно очень интересно, кто что скажет, как эти проигравшие кандидаты отреагируют на свой выход из президентской гонки, и что они скажут, к чему они будут призывать или не будут призывать. Я обязательно выйду с вами на связь, как только станут известны результаты, и как только они станут высказываться. То есть все будут высказываться, конечно, и Макрон, и Марин Лепен, и все другие кандидаты, как я сказала, они ожидаются в основном в Париже, где концентрация прессы с тем, чтобы обратиться к своим избирателям, и не к своим тоже. Я надеюсь, что это было вам не безинтересно, то, что я вам сказала. Если да, пожалуйста, ставьте лайки, не забывайте писать слова благодарности. Спасибо, мне было интересно, ставлю лайк с тем, чтобы лайки не исчезали. Проверьте вашу подписку, она тоже исчезает, потому что сейчас настали сложные времена. Я хочу сказать пару слов моим собеседникам из России. Я услышала об этой новости. Конечно, я буду предпринимать усилия для того, чтобы оставаться с вами в ВКонтакте. Безусловно, я останусь здесь, я останусь в YouTube, поскольку они предоставляют мне гостеприимство, несмотря на крамольный контент. Но я буду смотреть, какая из российских платформ подходит моему контенту, с тем, чтобы там располагать свой материал. Пока что я оставлю вам ссылки на свой блог и, соответственно, на свой адрес в Telegram-канале, с тем, чтобы вы могли меня найти на просторах интернета, когда захлопнется дверь YouTube для российской аудитории. Дорогие друзья, я желаю всем прекрасного вечера и до встречи!